Всем привет! В эфире ФК Уфа ТВ. Каждые три часа мы рассказываем о самом важном и интересном из жизни главной команды республики. Мы начинаем! Воспользовавшись небольшой паузой между 25 и 26 турами чемпионата России, футбольный клуб Уфа провел спарринг-матч с нашей молодежной командой. Все подробности в нашем традиционном обзоре. Молодежка уже в первой же атаке открыла счет. Причем атака получилась на загляденье. Быстрая, практически в одно касание. Александр Пономарев бросил в прорыв Эльмира Якубова, тот ворвался в штрафную по центру, накатил мяч на дальнюю штангу, где передачу замкнул Алмаз Сальманов. У основного состава Уфы в первом тайме на поле вышли футболисты, которые реже других в последнее время попадали в стартовый состав. Место в воротах занял Сергей Веренко, в центре обороны расположились Павел Степанец и Дмитрий Верховцов, на флангах Александр Сухов и Дмитрий Стоцкий. На острие атаки был выгнут Игорь Шевченко, из глубины ему помогали Александр Зинченко, Антон Килин и Диего. И только в опорной зоне расположились два игрока основного состава Азамат Засеев и Максим Семакин. Понятное дело, что пропустив быстрый гол, старшие товарищи тут же полностью перехватили инициативу и уже вскоре отыгрались. Дмитрий Стоцкий сделал перехват в центре поля и уже следующим касанием вылил один на один с голкипером Игоря Шевченко. Кстати, ворота молодежки в первом тайме защищал Давид Юрченко, но и он не смог помешать точному удару форварда основного состава. Прямо скажем, в первом тайме Давиду пришлось изрядно потрудиться. Оборона молодежки не всегда справлялась с наскоками быстрых Зинченко, Килина и Диего. Неудивительно, что вскоре счет стал 2-1 в пользу основного состава. Игорь Шевченко идеально положил мяч головой в притирку со штангой после точного нареза Александра Зинченко. Молодежка могла сравнять счет и даже вроде бы сделала это, но главный арбитр встречи, в роли которого выступил сам Игорь Колыванов, гол отменил. Александр Пономарев был в офсайде. А основной состав продолжал наращивать давление. Иногда из-за этого давления даже сами защитники молодежки начинали бить по воротам Юрченко. Долго так, конечно, продолжаться не могло. И уже вскоре основа упрочила свое преимущество. Максим Семакин и Александр Зинченко в центре на пару отобрали мяч, и Зинченко тут же вывел 1 на 1 Диего. Бразилец не промахнулся. 3-1 после первого тайма. Во втором тайме составы значительно поменялись. У главной команды на поле появились Марсиньо, Ханжич, Пауревич, Тумасян, Аликин, Сафрониги. Да и в дальнейшем тренеры проводили постоянную ротацию состава. Кстати, команды поменялись вратарями. Теперь ворота молодежки защищал Сергей Веремко. Преимущество основной команды возросло. Молодежка практически не помышляла о переходе в атаку. Очередной забитый мяч в этой ситуации должен был стать делом времени. Субтитры создавал DimaTorzok Так оно и произошло. Очередную, уже третью голевую передачу в матче отдал Зинченко, а Марсиньо спокойно разобрался с мячом в штрафной. Доходило до того, что основа пыталась чуть ли не зайти с мячом в ворота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И все-таки до пятого забитого мяча дело дошло. После подачи углового Степанец и Пауревич на пару переиграли Веремко. 5-1 победа основного состава Уфы в тренировочном матче. 29 апреля у капитана футбольного клуба Уфа Азамата Засеева был день рождения. Азамат получил подарок от фанатского движения и заодно прокомментировал итоги матча с молодежной командой. Азамат, сегодня у тебя день рождения и от лица наших фанатов, болельщиков хотим поздравить тебя с этим днем замечательным. Пожелать тебе в первую очередь спортивного здоровья, успехов, всяческих на поле, не только удачи, чтобы у тебя дома все было взять, это хорошо у родителей, у семьи. Ну и также радовать нас всегда на поле, мы всегда очень рады тебя видеть на поле, как ты играешь. И болельщики очень любят тебя и ценят. Такой скромный подарок, но я уверен, он будет у тебя лежать в определенном месте. Азамат, ну мы тебя тоже от имени нашего клуба Уфа Азамата поздравляем с днем рождения. Вообще, какие уже сегодня подарки получил, но вот один мы видели. То есть какие планы, как отмечать будешь? Да нет, никаких планов нет. Я вообще этот день, для меня обычный день. Просто приходится принимать поздравления. Я обычно люблю чужие дни рождения. Всего не люблю. Подарок, вот это первый подарок. Я привык уже просто вдали от дома. Если бы я был дома, наверное, подарков было бы больше. Но для меня самый лучший подарок – это здоровье моих родных, близких, моих друзей. Вот. И самый лучший подарок был, это, конечно же, наша победа в Кубани. Ну тогда давай пару слов о сегодняшнем спарринг-матче. То есть каковы твои впечатления? Насколько у нас перспективная молодежь? Ну, молодежь перспективная. Какой они нам первый забили. Наверное, сами не ожидали. Комбинацию хорошего сделали. Молодцы. А там, что будет спарринг, я узнал, наверное, вчера, когда прилетел из Осетии. Ну, хорошо, что поиграли. Ну, игровой толп не потеряем за этот перерыв. И я только за. Получили хорошую нагрузку. Показалось, что в втором тайме, так скажем, играл в нашей команды состав более приближенный к основному, так скажем, да? Но при этом забили меньше, чем в первом тайме. Чем ты это можешь объяснить? Да я не скажу, что играл во втором тайме более основной состав. У нас был смешанный состав. Каждый вправе считать себя основным игроком. Просто тренерский штаб так поделит игроков. И эта игра, мы могли вообще в первом тайме забить 5, во втором 0. Поэтому, ну, тут ничего не скажешь. Еще такой момент, болельщики просили тебя обязательно спросить. Вот вспомни, матч против московского локомотива, да, успешный для нас. То есть момент удаления Тарасова. То есть когда вот мы смотрели видеотрансляцию, то есть было такое впечатление, что то ли ты был как-то разочарован, то ли как-то удивлен удалением Тарасова, что ты говорил самому Тарасову и арбитру. И вот такая двоякая ситуация. Можешь вспомнить, что там у него было? Помню этот момент, ну, это больше как шутка была. Уже 91-я минута, он дает желтую карточку, мы видим 1-0. Вот, и стало чуть жалко Тарасу. Тем более он так извинялся. Я когда судя говорю, может, не надо давать. Все равно, говорю, уже все. Сейчас, говорю, победим и все. И так, я же не апеллировал к нему, чтобы он отменил эту желтую. Просто так чуть-чуть разбавил эту ситуацию. Завершились мини-футбольные соревнования в городе Уфе. Мы побывали на финальном матче и побеседовали с председателем Федерации города Уфы Ильдусом Бигловым. Финал чемпионата Уфы по мини-футболу представляет из себя серию матчей до двух побед. Первый матч городских финалистов команд Алга Башнефть и старт Альтаир Жукова Уфимский район закончился уверенной победой нефтяников 9-2. Во втором матче футболистам из Жукова надо было приложить максимум усилий, чтобы переломить ход серии. Но начало игры для представителей Уфимского района не сложилось. Алга на протяжении всего первого тайма уверенно вела 3-0 и 4-1 и только ближе к перерыву старту снова удалось подтянуться на расстоянии двух мячей. 4-2. После перерыва Жуковцам отступать было уже некуда и к их чести они сумели навязать борьбу нефтяникам. Старт Альтаиры удалось сократить разрыв до минимума. Казалось бы, вот она победа близка. Но ближе к концу встречи Алга провела быструю контратаку, время которой мгновенно разыграла угловой. И Дмитрий Большаков, отличившийся в этом матче четырежды, сделал счет 5-3. Времени оставалось очень мало. Старт был вынужден выпустить еще одного полевого игрока вместо вратаря и напропускал еще контратак. Итог матча 9-4. Алга выигрывает серию со счетом 2-0 и получает титул чемпиона города Уфы. Тус Варитович, завершился чемпионат по мини-футболу города Уфы среди трех групп. Можете прац и рассказать про эти три группы, какие команды там участвовали и как в целом проходил весь чемпионат? Я вас поправлю. Мы проводили чемпионат среди четырех групп. В этом году мы впервые создали экстрагруппу. Это было как бы чуть-чуть в прошлое исходя, потому что в свое время мы проводили суперлигу. И вот экстрагруппа это повторение того, что мы в свое время начинали федерацию футбола вместе с командой Тималь, которого возглавлял Шамиль Камилович Газизов. И вот мы три года проводили суперлигу, которая дала толчок развитию мини-футбола в городе Уфе. В этом году мы ее повторили. Как видите, сейчас на финале действительно продемонстрировали очень красивый мини-футбол. И вот команда Алга Абашнефть победила. А так в общей сложности у нас участвовало 98 команд по четырем группам. И вот мини-футбольный сезон заканчивается через неделю финалом Кука в городе Уфе. Будем надеяться, такой же красивый мини-футбол увидим. А для вас стало сюрпризом, что финал завершился в двухматчевом поединке и не было третьей игры? Ну, если честно, я как бы не думал, что будет просто. И финал этот показал второй матч. То есть вплоть до последних минут, когда только команда Старта-Таир выпустила Ганялу, тогда она проиграла более скрупным счетом. А так до последних минут и ушла равная борьба с преимуществом в один-два мяча. А как в целом вы оцените работу Федерации по итогу всего чемпионата? Ну, мне оценивать как-то некорректно. Думаю, оценят участники, представители команд. Но в этом году именно с созданием экстра-упры очень сильно изменилась сама система мини-футбола в Уфе. Я надеюсь, что мы ее будем продолжать, развивать. И в следующий год мини-футбольный будет еще лучше, чем этот. А какие дальнейшие планы у Федерации города Уфы по футболу? Ну, у нас соревнований достаточно, как детских, так и взрослых. Сейчас у нас мы переходим плавно в большой футбол. Дети начнут играть в кожаный мяч. Ну, и взрослые начинаем чемпионат города Уфы в середине мая. Приглашаем, в большинстве случаев, приглашаем всех желающих принять участие в нашей соревновании. Ну и упомянутый Ильдус Фаридовичем кубок города Уфы уже тоже прошел. В финале кубка, как и в финале чемпионата, снова встретились Алга Башнефт и старт Альтаир. В этот раз борьба получилась более упорной. Но все равно победу со счетом 3-0 одержала Алга Башнефт. Собравшая таким образом все главные награды мини-футбольного сезона на городском и республиканском уровне. Немногие знают, что Башкирский театр драмы от всей души переживает за футбольный клуб Уфа. Недаром 29-30 апреля в знак поддержки нашего центра форварда Харриса Ханжича они сделали премьеру спектакля с броским коротким названием. Беги, Харрис, беги! Экипировочный центр футбольного клуба Уфа объявляет о старте новой акции – скидка для именинников. За три дня до вашего дня рождения, конечно, в сам день и в течение трех дней после него вы имеете возможность получить скидку 10% на любой товар нашего фирменного магазина. Не забудьте, что при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. Ждем вас по адресу улица 50-летия Октября, 28, остановка Аграрный университет. В рабочие дни с 10 до 8 вечера, в выходные с 10 до 18.00. На этом все. В эфире было телевидение футбольного клуба Уфа. Не забывайте – наша республика, наша команда. Все самое интересное еще впереди. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»